Конкурс «Леди бизнес» проводился в нашем муниципалитете уже во второй раз. В этом году пандемия внесла свои коррективы в формат мероприятия. В финале встретились представительницы самых разных направлений бизнеса. Организовала проведение конкурса торгово-промышленная палата. Основной критерий – это занятие бизнесом. И вне зависимости от того, какой у вас бизнес, большой или маленький, чем вы занимаетесь, это не принципиально. Главное, чтобы вы были предпринимателем, чтобы разбирались в бизнесе и могли представить свой бизнес на данном конкурсе. На первом этапе конкурсантки представили свои видеопрезентации в социальных сетях. В интернете прошло голосование. Лучшие визитки были отобраны для следующего раунда, который проходил уже в офлайне. Дальше девушкам уже были разосланы анкеты, которые должны были заполнить и сделать домашнее задание. Ну, а, соответственно, уже к конкурсу подошли, так как мы решили в период пандемии, что должны были все 13 участниц дойти до, соответственно, финального конкурса. Они дошли все. Одним из критериев, по которым оценивали конкурсанток, стало умение организовать свой бизнес в сложных эпидемиологических условиях. Девушкам удалось не только сохранить свое дело, но и в некоторых случаях развить его. Я увидела совершенно необыкновенных женщин. Красивых, уверенных, стремящихся. Девочек, которые не только сами себя творчески раскрыли, стали двигаться, создали себе рабочее место. Которые сегодня создают рабочие места для желающих. Девушки, которые занимаются тем, что им нравится. За время участия в соревновании девушки общались, обменивались опытом и успели подружиться. А победительницей стала Ольга Романова, руководитель туристического агентства. Я очень счастлива находиться в такой атмосфере, где все девочки, они к чему-то стремятся. Они что-то хотят добиться. И вот эта вот коллаборация, когда мы вместе, мы ощущаем силу. Теперь Ольга будет представлять наш муниципалитет на областном конкурсе «Леди бизнес». Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.